Сегодня в Омске состоялась заключительная часть процесса в деле о падении остановки во время урагана, которое мечи окрестили Леней. Напомню, весной 2014-го павильон рухнул на беременную девушку. Обвинение тогда предъявили Александру Васильеву. По версии силовиков, остановка находилась в аварийном состоянии уже много лет и подлежала сносу. Васильев, зная это, подписал акт приемки выполненных работ по ремонту этого участка дороги, на котором и была неустойчивая конструкция. Однако сегодня суд решил иначе. Вину свою в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 273 ОКРФ, я не признаю в полном объеме. А обвинение меня в совершении данного преступления не соответствует действительности и не имеет ко мне никакого отношения. А как сказал мой адвокат, просто нашли кожу отпущения. Свою вину бывший замдиректор управления дорожного хозяйства Ломской области Александр Васильев не признает. Рухнувший во время урагана остановочный павильон, по словам Васильева, в его ведении не находился. А значит, из-за аварийной состояния конструкции отвечать не ему. Дочь у меня была беременная. Я лежала три часа обнявших троих своих деток. Было бы у меня двое внуков. Елена Березина – мама погибшей. В тот день ее дочь Светлана ехала на работу. Ждала транспорт на остановке. Конструкция из металла и кирпича рухнула на 22-летнюю девушку из-за сильного порыва ветра. Светлана скончалась до приезда скорой помощи. Причина смерти – черепно-мозговая травма. Впрочем, мать девушки считает – ураган ни при чем. Остановка уже несколько лет была аварийной. Виной тому – халатность чиновников. У меня адвоката нету, так как я нанимала, были какие-то аферисты, ничего не делали, поэтому без адвоката. У меня бог судья всех накажет, кто в этом виноват. Кто не виноват, то его не накажет. Они все проверяли. Каждую весну проверяли. В апреле перед гибелью моей дочери проверяли автопавильоны на выезд автобусов, дороги проверяли. Что, они не заметили аварийный автопавильон, что ли? Который шатался, стена была, на пакле висела. И с одной стороны была в это врезана, машина в нее врезалась. Это вообще никто не берет во внимание. Это просто надо закрыть. Следователи и сторона гособвинения усмотрели вину именно в действиях Васильева. Подконтрольная ему организация, по версии силовиков, проигнорировала аварийное состояние остановочного павильона. За неисполнение обязанностей Васильеву угрозило до трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. И лишение права занимать руководящие должности в области дорожного хозяйства на два года и десять месяцев. На него, как на должностное лицо, была возложена обязанность по организации диагностики автомобильных дорог и, соответственно, элементов обустройства, к которым относятся остановочные павильоны. В данном случае диагностика была необходима для того, чтобы оценить техническое состояние автопавильона, выявить несоответствие нормам законодательства этих автопавильонов и, соответственно, что позволило бы предотвратить эту трагедию. Одна кирпичная стена у него уже обрушилась несколько лет назад, вторая была металлическими укреплениями не закреплена, многочисленные трещины находились. Она была неустойчивая, в том числе это подтверждается показаниями очевидцев, свидетелей, жителей села Троицкой, которые об этом же говорили, что они всегда опасались о том, что в любой момент она может обвалиться. И в данной ситуации потерпевшая, которая укрывалась от ураганного ветра именно за этой сломанной стеной, в данной ситуации потерпевшая стала жертвой урагана в связи с тем, что обвалилась стена, которая должна была быть либо уже окончательно отремонтирована, либо павильон, как должно было быть по технической документации, был снесен и установлен новый павильон. Вот свои обязанности обвиняемый не выполнен. Омский районный суд рассмотрел уголовное дело. Доводы следствия судья не счел убедительными, а вот в действиях Александра Васильева состава преступления не обнаружил. Приговор суда оправдать. Васильев не причастен к тому, что два года назад остановка рухнула и насмерть задавила беременную девушку. Сторона гособвинения, вероятно, будет обжаловать вердикт. К слову, сразу после трагедии на этом месте появилась новая остановка.